Ссылка на крайность Эта ошибка возникает, когда к относительным значениям какого-либо параметра применяют требования его соответствия к крайним значениям. Так, один мой знакомый собрался принять участие в массовом забеге на полумарафонскую дистанцию, это более чем 21 километр. Он долго готовился к этому событию, сомневаясь, хватит ли у него сил и выдержки добежать до финиша. Когда же он в понедельник утром, сияя от счастья, объявил на работе сотрудникам «я пробежал полумарафон», те с недоверием спросили «и что, победил?» В их понимании никакой другой результат не был достоин похвалы. Это первая форма данной ошибки, ссылка на максимум. А почему не? Ее еще называют синдром перфекциониста. И с ней, пожалуй, знаком каждый, кто отчитывался перед родителями за школьную оценку по контрольной. Вторая ее форма – ссылка на минимум. «Скажи еще спасибо, что не». Так, один мой знакомый, пытаясь вызвать врача скорой помощи, пожаловался на высокую температуру. Если при такой температуре вы в состоянии говорить по телефону, был ответ, то скорая вам не нужна. И было интересно, как он сможет выживать в скорую, когда уже будет не в состоянии звонить. В подобном подходе поднаторели многие доморощенные психотерапевты. Именно таким утешителем посвящена юморезка Антона Чехова «Жизнь прекрасна». Жизнь – пренеприятная штука, но сделать ее прекрасней очень нетрудно. Для того, чтобы ощутить в себе счастье без перерыва, даже в минуты скорби и печали, нужно радоваться сознанию, что могло бы быть и хуже. А это нетрудно. Когда у тебя в кармане загораются спички, то радуйся и благодари небо, что у тебя в кармане не пороховой погреб. Когда к тебе на дачу приезжают бедные родственники, то не бледней, а торжествуй вас леса. И хорошо, что это не городовые. Если ты живешь не в столь отдаленных местах, то разве нельзя быть счастливым от мысли, что тебя не угодило попасть в столь отдаленные? Когда тебя ведут в участок, прыгает восторг, что тебя ведут не в гиену огненную. Если тебя секут березой, то дрыгай ногами и восклицай, как я счастлив, что меня секут некрапивы. Если жена тебе изменила, то радуйся, что она изменила тебе, а не отечеству. И так далее. Последуй, человече, моему совету, и жизнь твоя будет состоять из сплошного ликования. Может показаться, что ирония – это созвучно апостольскому назиданию. «Всегда радуйтесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе». 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 16-18 стих. Но только на первый взгляд. Чехов в своей сатире высмеивает рабскую покорность, присущую обывательскому сознанию в тоталитарной системе, или, как тогда было принято говорить, самодержавной. Привычку смиренно сносить любые невзгоды, радуясь, что могло быть и хуже. Павел же призывает не тому радоваться, чего нету, а тому, что есть. Благодарить за все, что имеешь, ибо великое приобретение быть благочестивым и довольным. 1 Тимофеев, 6 глава, 6 стих. Согласитесь, это отнюдь не одно и то же. Совершенно не важно, насколько наши показатели отличаются от крайних значений. Главное, чтобы делали мы свое дело с наилучшим образом, на который способны. С радостью и с благодарностью.